Понятие экстра и интратимности в соционике. С вами Сергей Дорошевский. Экстра и интратимность это первая дихотомия, которая определяет соционический тип из четырех дихотомий. Сначала надо определиться, что же такое тим. Под понятием тим подразумевает тип информационного метаболизма. Так называется совокупность энергоинформационных каналов, при помощи которых личность общается с окружающим миром и понимает окружающий мир. Ну и себя, как часть окружающего мира. И экстра и интратимность это первая дихотомия из четырех. Что же это такое? Ну, вам сразу покажется похожим на экстра и интровертность. И на самом деле совпадения действительно достаточно большие есть. То есть экстраверт это человек, который очень общительный, скажем так, прежде всего. И легко себя позиционирует в обществе. Интроверт по психологическим понятиям считается человек малообщительный и сторонящийся других. Надо сказать, что понятия экстратимности и экстраверсии психологического, психологическое понятие, в значительной степени совпадают. Но не всегда. Бывают необщительные и сторонящиеся других экстратимы. Тогда как экстраверт по психологическим канонам должен быть наоборот общительным и любящим себя позиционировать. Точно так же, как и интратимность и интровертность тоже совпадают, но не во всех ста процентах случаев. Бывают весьма общительные интроверты, которых даже ошибочно принимают за экстравертов. И уж тем более за экстратимов. Итак, мы сравнили понятия психологический экстраверт и интроверт и понятия социанический экстратим и интратим. И сказали, что они далеко не всегда могут совпадать. Но, тем не менее, чаще всего все-таки друг с другом коррелируют, как говорят научным языком. То есть, совпадают. Итак, экстратим – это тот, кто делает первый ход. Просто делает первый ход. Вот как в шахматах или шашках. Белые ходят первыми. Это такое правило. Экстратим всегда первый начинает общаться. И, в общем-то, даже не важно с кем – с человеком, с животным или просто в социальной сети. Он начинает движение первым, как белые ходят первыми в шахматах или шашках. Интратим находится в позиции ожидания. И он делает ответный ход. Так же, как черные в шахматах или шашках. Они отвечают на ход белых. Вот и вся разница. Но при этом, конечно же, в соционике имеются четыре экстравертные функции. Это волевая сенсорика. Это интуиция потенциальных возможностей. Это этика эмоций. И деловая логика. У экстраверта эти функции находятся на первом месте в их соционической формуле. А на втором месте уже будет находиться какая-то другая функция. Волевая сенсорика – это канал энергоинформационного метаболизма, по которому индивидуум оказывает волевое давление на окружающий мир и пытается им доминировать. Девиз волевой сенсорики – власть, владение, доминирование. Интуиция потенциальных возможностей – это канал энергоинформационного общения индивидуума с окружающим миром, по которому он как бы лучом рентгена пронзает все, чего касается его внимания. И чувствует, что оно представляет собой изнутри. Эта функция дает ее обладателю очень хорошую смекалку, сообразительность и находчивость. Деловая логика – это канал энергоинформационного общения человека с окружающим миром, по которому он форматирует, организует вокруг себя деловое пространство. Это канал организации деятельности, упорядочивания окружающего мира и, собственно говоря, себя как его части. Этика эмоций – это канал энергоинформационного метаболизма, который обеспечивает обладателю очень высокую чувствительность, эмоциональность, эмоциональные реакции на события, происходящие в окружающем мире. В отличие от правил шахматы шашек, где белые ходят первыми, экстравертные функции в соционике мы изображаем черным цветом. То есть, все наоборот. И у нас в соционике первыми ходят черные. Вот такая вот особенность. В нашей соционике экстравертные функции изображаются так. Волевая сенсорика – черный треугольник. Интуиция потенциальных возможностей – черный зигзаг. Деловая логика – черный квадрат. И этика эмоций – это черный круг. Это значки для изображения экстравертных функций. Возможно, вам станет интересно, почему для изображения значков экстравертных функций мы выбрали черный цвет, а интровертных, соответственно, белый. Все очень просто. Дело в том, что интровертные функции – это как белый лист. Они воспринимают окружающий мир. Это открытое восприятие. И на них, как на белом листе, можно написать все, что угодно. Экстравертные функции идут от себя к вам. И они уже написаны. Поэтому ничего нового на них написать, к сожалению, не получится. Поэтому они, как заполненный лист, рисуются черными значками. Существует четыре канала интратимных функций. Это эстетическая сенсорика – белый треугольник. Это этика взаимоотношений – белый круг. Это белый зигзаг – интуиция времени. И белый квадрат – это аналитическая или системная логика. Эстетическая сенсорика – это канал, по которому индивидуум воспринимает соотношение и красоту окружающего мира и себя. Его девиз – красота. Этика взаимоотношений или белый круг – это энергоинформационный канал, по которому индивидуум оценивает общение людей друг между другом. Интуиция времени – это энергоинформационный канал, по которому индивидуум определяет соотношение изменения ситуаций, происходящего в окружающем. Его девиз – предвидение, провидение. Канал структурной, аналитической или системной логики дает его обладателю возможность понимания происходящего в мире. Систематизации этого, этих знаний и использования их в своих целях. Наиболее благоприятно, когда один человек является экстратимом, а второй – интратимом. Сложности взаимоотношений двух экстратимов заключаются в том, что они оба начинают ход первыми, часто перебивают друг друга и не слышат. Сложности во взаимоотношениях двух интратимов заключаются в том, что каждый ждет, когда же партнер наконец-то к нему обратится. И ждать этого может очень долго. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok